Приветствую, друзья! Тут было пару раз такое, что мы предлагали какому-то блогеру для того, чтобы мы с ним вместе сделали какое-то видео, чтобы увеличить наши подписки и поднять нашу школу, и чтобы больше и больше людей получали приёмы снимать быстро стресс, страхи, паники, которые открывали у себя творческие начала, которых даже не подозревали изначально, а кто попал в беду, кто потерял эту способность, восстановил её. Да, ну мы давали эти предложения. Но нам так написали, что вот надо туда приехать на студию, я-то не могу поехать, и времени нет, и вообще никуда не езжу много времени. Вы знаете, почему и много работы у меня, и так далее, и так далее. И они так как-то игнорировали. Но вы знаете, у них там миллионные подписчики, а у нас всего 200 тысяч, и несколько сот сейчас набираются всё больше и больше. Но надо было бы мне им просто сказать, что мы-то это делаем без денег, мы-то это делаем без рекламы, без определённого света, без определённого чего-то, мы делаем это сами, без ничего. Потому что заплатить деньги, так это любой дурак может и продвинуть себя куда угодно и так далее. А я смотрю, у них там эти как раз-таки, у этих многомиллиончиков, блогеров, как раз-таки именно и подсветка, там и операторы, там, да ёлки-палки, да будь у нас всё это, мы бы давно всё это сделали. Так мы же этого не делаем, чтобы показать, что человек может всё делать сам. Потому что у нас ключ. Слушайте, я вам расскажу один случай интересный. Когда я был в Канаде, там один мужик пытался меня, как говорится, завербовать. Он пытался меня заставить работать на него. Но он пригласил меня в комнату, мы сидели, и он всё записывал на магнитофон. И говорил, вот видишь, мы сейчас всё запишем, что я тебе предложил работать со мной вместе, а ты отказался, а ты здесь приехал, и все узнают, что ты отказываешься и так далее, и так далее. Я ему говорю, слушай, ты знаешь, чем я занимаюсь? Он говорит, конечно, знаю ключом. Я говорю, ты знаешь, что такое ключ? Что такое управляемая саморегуляция? Он говорит, конечно, знаю, иначе бы я тебя не пригласил. Я говорю, слушай, я через секунду сделаю так, что ты... Короче говоря, он думал, что я сейчас возьму и по потолку начну ходить. Я вместо этого взял у него из магнитофона, кнопку нажал, кассету вытащил и в карман положил. Он так обезумел, отдай назад, отдай. Я говорю, вот теперь ты узнаешь. Я же здесь как приглашенный приехал в Канаду, а ты меня работать заставляешь. Он так перепугался, отдай кассету, отдай кассету. Нет. Мы, друзья, занимаемся методом ключ, который позволяет в любой ситуации, в экстремальной ситуации, и в хорошей, конечно, ситуации, решать не только бытовые проблемы, но и проблемы, которые связаны с большими кризисами, с неопределенностью. Поэтому я не собираюсь ездить никому на студию. Хочет человек приехать ко мне, пусть приедет, пусть сядет со мной, поговорим, а может потом по впечатлению я ему и картину нарисую. А ведь были такие люди, тоже приезжали. И нарисовал я им картину в подарок. И до сих пор мы, друзья, вот так вот. Вот так вот. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова